Откуда взялся Бог? Профессор математики Джон Ленокс слышал недавно лекцию, называется «Абсурдность атеизма». Вот математик пришел к тому, что есть Бог, что нужно ему верить. А вот вам простой вопрос, до скольки умеет считать профессор математики? Чего вы смеетесь? Ну, допустим, маленький Миша и маленькая Маша спорят между собой, ты до скольки умеешь считать? До десяти, а ты до скольки? До ста. А идем, вот сосед у нас есть, профессор математики, спросим его, дядя Коля, а ты до скольки умеешь считать? Он скажет, ребята, я вообще умею считать, я математик, плюс-минус бесконечность. А что это? Он не хочет с нами общаться. То есть, вы понимаете, детскость вопроса. Другой ребенок, четырехлетний, трехлетний или трехлетний спросит, вот кит, а вот слон. Кто кого сильнее? Кто кого съест? Это разные биологические сферы, это разные животные, они не едят друг друга, они даже не сталкиваются, хотя можно себе представить, но они не едят друг друга. Как можно ребенку это объяснить? Это вот категоризация, подмена или неразвитость. И, к большому сожалению, у взрослых людей тоже речь о Боге. Откуда взялся Бог? Смотрите, я помню эту историю 40 лет. Поставьте подряд пять шаров на бильярдном столе. Ударьте один шар, он ударит второй, второй, третий, третий, четвертый. Покатился пятый шар. Мы умные, мы задаем вопрос, почему покатился пятый шар? Его ударил четвертый. Почему ударил четвертый? Потому что ударил третий. Почему третий, второй? Почему второй, первый? Почему ударил первый шар? Потому что вы его ударили. У меня вопрос, кто ударил вас? Вопрос не работает. Так нельзя спрашивать. Я захотел, я ударил, я не шар. А по логике шаров, вот прямой логике, это нормальный, это законный вопрос. Раз шары бьют друг друга, значит, и тебя кто-то должен ударить. Друзья, это иная плоскость рассуждений. Если мы говорим, кто сотворил Бога, мы говорим не о Боге, а об идолах. Но Абухадоносор сотворил из тукана. Бог он или нет? Конечно, нет. Хотя с маленькой буквы можно так и написать. Вот, друзья, когда мы думаем, давайте думать до конца. Если речь идет о Боге, значит, речь идет о вечном, абсолютном, непостижимом, неисследимом, то есть его исследовать нельзя. Можно ли разобрать Бога на какие-то части? Нет. Он един, он вечен, он совершенен. А как это? А мы не знаем. Наука не знает. Кто верит в науку? Поднимите руку. Я не верю. Потому что когда-то наука утверждала, что земля стоит на черепахе, на слонах, а потом, что земля плоская, а потом земля круглая, а сейчас она не совсем оказывается круглой. То есть наука постоянно себя обновляет. Опираться на науку бессмысленно. Даже больше того, в принципе, наши знания, что мы знаем? Что такое знание? Кто-то очень красиво заметил. Знание – это сомнение, которое осталось неопровергнутым. И верить в такое ненадежное, в такое условно-относительное, конечно же, нехорошо. А верить в Бога – это правильно. Кто читал Паскаля, знает аргумент Паскаля. Если вам предложат выбор, есть Бог или нет, ставьте на то, что Он есть. Потому что, если Его нет, вы ничего не проиграете. А если Он есть, вы выиграете все. Да, мы не знаем. Мы не знаем. Мы не можем знать. Мы ограничены. Но мы можем верить. И это самое ценное, что нам дано. Праведный верой жить будет. А кто поколеблется, тому не благоволит душа моя. Вера есть осуществление ожидаемого. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...